В Ак-Тубе, как и во всей стране, продолжают расти цены практически на все виды продуктов питания. В Карагандинской области капитально приведены в порядок три родника. В этом году исполняется 145 лет со дня рождения казахского батыра Хажимукана Мунайпасова. Одни историки уверяют, что батыр родился в Ак-Моле. Жители Атарарского района Южно-Казахстанской области уверяют, что только спустя два года после рождения Хажимукана родители переехали в современную Астану. В Ак-Тубе, как и во всей стране, продолжают расти цены практически на все виды продуктов питания. Чиновники хоть и внимательно следят за ценниками десятка крупных торговых точек города, тем не менее ситуация на продовольствием рынке отставляет желать лучшего. Особое распоряжение контролировать стоимость продуктов питания из правительства чуть ли не ежедневно получают практически все Акимы, руководители профильных ведомств и управлений. Антимнопольщики проводят бесконечные проверки, чуть что даже инициируют расследование по факту необоснованного повышения цен. Такое помнится было, когда взлетела стоимость гречневой крупы, сахара и других продуктов. Но оглашать итоги во всеуслышание, акиматовские чиновники никогда не спешат. В общем, последние несколько месяцев потихоньку росла стоимость многих продуктов питания. Некоторые товары дорожали быстрее других. И, как оказывается, дело в предприимчивых производителях, которые взвинтили цены на свою продукцию. Повышение цен в прошлом месяце отмечено на яйца, лимоны, прохладительные напитки, мясо свинины, крупные изделия, мука пшеничная первого сорта, маргарин и жиры, груши, рыбы и морепродукты. Повышение цен нами статистиками не регулируется. Мы просто констатируем факты. Но причина кроется в поставщиках. Предприятия-производители повысили стоимость своей продукции. В общем, вышеперечисленные продукты питания по итогам прошлого месяца в октябре повысились в процентах по-разному. Одни только куриные яйца стали дороже на 17%. Молоко в железной банке под названием «Глубокское» в местных супермаркетах подорожало в цене буквально на днях со 187 до 204 тенге. Сейчас, так же, как и в сентябре, более-менее снижение стоимости можно было наблюдать только на овощи. И то только потому, что сейчас время сбора нового урожая. Такие приятные сезонные колебания, как известно, не вечные. Прирост в сентябре имелся не только на продукты, но и дизельное топливо. Оно подорожало на 12%. Бензин марки АИ-92-95 водители также заправляли дороже почти на 3%. Немного дешевле в прошлом месяце горожанам обходились транспортные услуги. Уровень цен на воздушный пассажирский транспорт снизился на 8,6%. Пассажирский железнодорожный транспорт на большие расстояния на 1,1%. Услуги по текущему содержанию и ремонту жилых помещений на 0,7%. В Карагандинской области капитально приведены в порядок три родника. Это стало возможным благодаря гранту, выделенному на реализацию совместного проекта Евросоюза, ПроООН и Европейской экономической комиссии ООН. Сегодня в поселке Аксу Айулушетского района, возле природного родника, всегда многолюдно. До 600 человек в день удовлетворяют свою потребность в воде. А вместе с приезжими эта цифра переваливает за тысячу. Для поселка с четырехтысячным населением это немало. А когда-то на месте родника было болото. Здесь готовили саманные кирпичи. Осенью и весной к этому месту из-за непролазной грязи не было возможности подойти. Это первый самый большой родник. И он выполнен качественно. Если была бы среда соответствующая на архитектурную, это было бы как малую архитектурную форму можно было бы использовать. В реализации этого проекта принимало участие Аким поселка, Аким района, волонтеры, молодежь. В общем, много людей участвовало. Всего в степи насчитывается более десятка родников, которые питают речки Басполдак и Шарубай-Нура. Многие из них затоптаны и приведены в негодность. Тлеукобыл Есенбекулы потратил около пяти лет, чтобы добиться средств на их восстановление. Зеленые технологии взялись за решение этой проблемы. ЕС, ПРООН и ЕЭК ООН выделили 600 тысяч евро на восстановление природного водоснабжения в Карагандинской области. Эти средства были переданы 14 НПО, которые помогли практически применить зеленые технологии. Один из таких проектов реализовали в Шетском районе. Тлеукобыл и его последователи привлекли волонтеров и всех неравнодушных людей к работе. Итог деятельности налицо. Дорогу сделали и подъездные пути. Потом здесь было не очень чисто. Поэтому здесь закрыли все. Но очень удобно для населения. На сегодня отремонтированы три и обустроены семь родников Аксу-Аюлинского сельского округа. Выход воды в родниках повысился на 30-40%. А это значит, что на 18 тысячах гектаров маловодных земель будут обеспечены водой 770 голов крупного рогатого скота, более тысячи овец и полторы тысячи лошадей. Предположительно, экономический эффект составит более 100 тысяч долларов США. А в быту жители имеют возможность заваривать чай в кристально чистой воде. Лабораторные анализы доказывают, что такая вода для чая незаменима. Я родился и вырос здесь. Как и все, я благодарен нашему главному Беркучитлеу Кобылу за то, что он отремонтировал родник. Теперь все сельчане могут пользоваться чистейшей родниковой водой. Она гораздо лучше, чем водопроводная. Журналистам в этот день досталась почетная миссия – посадить деревья на обновленном роднике. Пусть растут и радуют глаз всех, кто приходит сюда за водой. Международный проект по реализации концепции перехода Казахстана к зеленой экономике, который был запущен Европейским Союзом, ПРООН, Европейской экономической комиссией ООН в 2015 году дает свои положительные результаты. В этом году исполняется 145 лет со дня рождения казахского батыра Хажимукана Муна-Итпасова. Одни историки уверяют, что батыр родился в Акмоле. Жители Атарарского района Южно-Казахстанской области уверяют, что только спустя два года после рождения Хажимукана родители переехали в современную Астану. В памяти великом батыре на юге, где раньше был дом Муна-Итпасовых, открыт музей. Его называли бесстрашным батыром. Говорят, что его сила была невероятная. На этих кадрах Муна-Итпасов готовится к своей схватке. К сожалению, полного видеоматериала нам не удалось найти. Но то, что после выступления казахский батыр стал чемпионом мира по французской борьбе, это факт. Вы олицетворяете силу нашего народа. Не многие знают, что родом батыр из Утарарского района Южно-Казахстанской области. Недалеко от села Актобе стоит музей Хажимукану. Здесь, по словам историков, он прожил два года и переехал в тогда еще Акмолинскую область. Спустя время на месте, где стоял небольшой дом, решили возвести музей. Дом на Ачибе привлекает внимание не только местных жителей. По словам сотрудников музея, сюда приезжают туристы из разных стран мира. Он здесь жил два года со дня рождения, потом переехал в Акмолу. Здесь не только его вещи, но еще и жители села приносят экспонаты. Но точно одно – седло вот это его. А сам музей у нас не охраняется ночью. Он на балансе школы, а мест сторожам нет. Вот и решился сам следить за домиком. Ведь это наша история, как ее не беречь? И в самом ауле Актобе в местной школе есть большой музей Хажимукана, где хранится даже одежда казахского батыра и личные вещи. Батыр Хажимукан стал героем не только казахского народа. Но во время Великой Отечественной войны Хажимукан своими выступлениями собирал средства на помощь армии и подарил фронту самолет. За что в 1944-м Сталин поблагодарил Мунайдпасова в личной телеграмме. Передаю привет Хажимукану Мунайдпасову и выражаю слова благодарности Красной армии за заботу воздушных сил армии Советского Союза. Ваша просьба о передаче средств будет исполнена. В музей Великого Батыра может попасть каждый желающий абсолютно бесплатно. А тем, кто решит оказать какую-то помощь в реконструкции музея, местные жители будут только рады. Ведь это история не только батыра, но и всего казахского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова